А поговорить с вами хочу о том, как автосалоны Краснодара и Ростова просто охерели в край. Я думала, как бы это мягко выразить, чтобы не материться, но не смогла. Реально, краснодарские салоны и новороссийские там один салон просто охерели в халамину. Это такое наблюдение. В общем, я столкнулась же с покупкой новой машины, с продажей старой, с покупкой новой машины. Естественно, в Квинт, в общем, ребята там такие цены называют на машины. Я просто в шоке. Мне только один автосалон сделал более-менее хорошее предложение, но я о нем не буду говорить, потому что я же все-таки еще не купила машину. Вот когда куплю, расскажу обязательно, какую сумму сделал этот салон. А то сейчас мало ли конкуренты будут смотреть, как раз про которых я буду говорить и будут злиться. Так вот, что за конкуренты? Изначально посмотрела на сайте Renault Russia, так как я хочу Renault Logan себе в комплектации, Stepway, City Drive. Есть City Life на разных вкладах, но это самая такая базовая комплектация. Есть City Drive. Так вот, City Drive, это когда там все нафаршировано, напичканно, это климат-контроль, куэск-контроль и вариатор. Я очень хотела вариатор, потому что, ну, расход маленький, экономичный, вот, собственно, поэтому у меня выбор пал на нее. Первое, с чем я столкнулась, это то, что эта машина отсутствует вообще вот в полной комплектации в Краснодарском крае. Вот реально, от слова совсем. То есть их просто нет в наличии ни в одном салоне. Были там какие-то в наличии, но они быстро продаются, на них постоянный какой-то предзаказ идет. В общем, как-то так, очень распиаренная модель. Ее все покупают. Ну, в общем, короче, она не задерживается на складах, ее вообще, в принципе, нет. И теперь вы сейчас будете шокированы. Мы же все с вами, да, в голове держим, что это Рено Логан в первую очередь, а уже потом там какие-то примочки с комплектацией. Так вот, Рено Логан, мне такую сумму называли автосалон, после которой я чесала голову и думала, как так вообще может быть, как такое возможно в нашем мире. Дело в том, что сейчас один из автосалонов в Новороссийске, который находится, он ключ авто, называется Новороссийск, он на промышленной 1Г. Кирилловке дело в том, что мне там назвали сумму миллион 140, но это еще не самое крутое. Миллион 140 и ждать до 5 декабря, вы понимаете? Миллион 140 и ждать до 5 декабря. Логан, в принципе, который стоит лям, это уже пипец просто, а который еще при этом ждать надо 2 месяца, вот к этому я вообще морально оказалась не готова. И что у меня таких денег нет, какой-то кредит надо взять, чтобы так дорого покупать машину. Далее, при этом версия Stepway на автомате Logan стоит миллион 70, и чуть-чуть поменее, менее, на 70 тысяч менее, но все равно миллион 70 тысяч. Это Renault Logan Stepway на автомате, но не в комплектации City, но тоже в комплектации Drive. Это один автосалон. Второй автосалон, с ним я в первую очередь общалась, это Автомир. Вот, там изначально все заманивали кредитом, какими выгодными условиями. Пятое-десятое, ну, конечно же, прочитав все эти нюансы, сколько переплачиваете пятое-десятое, я поняла, что, в общем, высчитала сумму, без всяких скидок, миллион сто девять тысяч, но тоже нужно ждать. Подвоз, по-моему, или в конце октября, или в начале декабря, короче, вот как-то так, тоже нужно ждать. Какие-то бескомпромиссные решения, если честно, то есть машина либо в десиците, либо просто-напросто автосалоны так вот набивают цену и пытаются поднять спрос на эти автомобили. Далее, третий автосалон Рено в Краснодаре уже тоже, то есть ключ авто был в Новороссийске, потом Рено в Автомир Краснодар и еще вот Рено Автохолдинг Краснодар. Там мне вообще сказали, а, точнее, миллион сто девять это был Автохолдинг, а, получается, в Автомире мне назвали миллион сто двадцать. Вот как-то так, ребят, то есть по сути машина обходится в такую копеечку, что просто диву, удивляешься, а как вообще, ну, если на сайте Рено, чтобы вы задумались, такая комплектация, которую я хочу, идет рекомендованная цена от девятьсот, там, двадцать одной тысячи. Ребята, девятьсот двадцать одна и миллион сто сорок, это как бы две разные цены, понимаете, то есть завод-изготовитель советует такую сумму называть дилером, а дилеры уже берут и накидывают туда больше двухсот тысяч, понимаете, да, миллион сто сорок. И мне это очень долго будет бомбить, миллион сто сорок, представляете, да, какая цена. За Рено Логан, Логан, чтобы вы понимали, Солярис и Киа Рио еще дороже. Пола, вот, Фольксваген, это я такого же класса, да, примерно рассматривала, еще дороже, там доходило даже до миллион триста с чем-то в топовой комплектации, то есть как бы Рено Логан в Сити это самый бюджетный автомобиль за миллион сто сорок. И вот просто, знаете, мы как-то Юран Каптюру умудрились со скидками в полной комплектации, но это полный, ну, полный привод, внедорожник, да, механика, но с полным фаршем, мы за миллион двести шестьдесят пять, по-моему, за миллион двести тридцать шесть мы его взяли год назад. Сейчас Логан миллион сто сорок, это два класса назад по откату после Каптюра, то есть идет сначала Логан, потом идет Сандера, ну, это примерно одного класса просто хэтчбэк Сандера, потом идет Дастер, и после Дастера идет Каптюр, потом Аркана и потом Колес. Ну, суть в том, что разница между годом и сейчас в самой такой дешманской, получается, модели, да, Рено Логан двести тысяч, даже сто с чем-то тысяч, то есть там миллион двести тридцать шесть мы отдали за полный фарш, а здесь миллион сто четыре просят, ой, сто сорок. Да, сто тысяч разница получается, представляете, но я же надежду, как говорится, не оставляю, думаю, ну, где-то ж мне должны нормальное предложение сказать. Так вот, позвонила я и сказала, что салон ключ авто, я просто стуму не буду называть, какую мне назвали, а то сейчас они возьмут и передумают, наверное, там будем покупать, но, конечно же, тоже этих Логанов нет в наличии, цена, он сказал, минимальная девятьсот сорок восемь будет на то, что я хочу, но мы от нее отказались, потому что ее ждать еще очень долго и меня сразу предупредили, что пока машина будет ехать с завода на склад, цена подорожает, поэтому тут как бы такой вариант, что надо смотреть лучше из того, что сейчас есть наличие, уже потенцированной цене, чем думать, насколько поднимется цена, пока машину привезут в автосалон. Вот как-то так, ребят, в общем, на днях поеду, посмотрю, я надеюсь, я надеюсь, потому что мою машину хотят забрать по трейд-ин в автосалоне, я хотела ее сама продать сначала и на авито размещалась, и где только нигде, но в итоге, в общем, они сказали, что мы еще дадим 60 тысяч там. Ну, мне машину вчера оценивали в Новороссийске, вот что мы делали в Новороссийске, как оценили, я скажу вам позже, это будет трэш просто, во сколько оценили мой Логан, и добавили к нему там всего 30 тысяч скидку по трейд-ин, я сказала, идите вы лесом, я за такую сумму сама продам, да перекупы дороже берут машину, и сказала, до свидоса. Сегодня вот включав, там меня спросили, типа, почему мы отказываемся в трейд-ин, я объяснила, что их партнеры в Новороссийске, охеревшие в хлам просто, и объяснила, что машина реально даже у перекупов стоит дороже, и я буду там продавать, и, в общем, он минут 20 где-то потомил, потомил ожидание, перезвонил, сказал, мы вам даем 60 тысяч скидку, лишь бы вы не продавали перекупом, говорит, продавайте нам. Вот такая вот история, ребят, поэтому не бойтесь открыто заявлять, что вам не нравится сумма оценки автомобиля, говорите, что у вас ее с руками и с ногами заберут, и так. Ну и, соответственно, нас вчера пытались в Новороссийске убедить в том, что эта цена рыночная, чуть ниже рыночная, это нормальная цена, типа, посмотрите, сколько объявлений на авито. Ну, я зашла вчера на авито, такую цену, какую они мне назвали, одна или две машины вообще по России продаются в такую цену, ну, примерно в похожем состоянии, но в том, что остальные продают гораздо дороже, поэтому моя цена, которую я изначально ставила на авито, и ту, которую мне назвали вчера в Новороссийске, это, блин, пропасть, это полмашины. Я говорю, извините, нет, они так расстроились, сегодня звонят, говорят, ну, ладно, мы вместо миллиона 140, вам 20 тысяч скидку сделаем, говорю, очень серьезно, говорю, до свидания, можно мне больше не звонить, я говорю, за такую сумму Логан никогда в жизни брать не буду, ну, вот, в итоге я буду брать не Логан. Какую именно машину я потом покажу, расскажу, и почему, и расскажу, какую коробку я все-таки выбрала, автомат или вариатор, это тоже обязательно расскажу. Ну, честно, тут такой, знаете, выбор из небольшого количества машин был, поэтому особо выбирать не пришлось. Очень мало машин в наличии, дело в том, что сейчас у них большой дефицит автомобилей, завод работает, не закладая рук, потому что многие автосалоны очень много делают предзаказы, то есть люди реально вносят предоплаты, лишь бы им быстрее, там, через два месяца привезли их машину, а именно такой срок минимальный, надо ждать, чтобы машина собралась по вашему заказу на заводе, а потом вам ее доставили в ваш дилерский центр, где вы хотите ее забирать. Причем, в любом случае, даже если вы делаете предзаказ, цена на заводе одна, а когда она приезжает в автосалон, то цену устанавливают они сами в салоне по рыночной смотрят. Вот в конце августа можно было логан в топовой комплектации взять там за 921 тысячу, сейчас логан в полной комплектации, недавно, говорят, на днях продавали за 978 тысяч. То есть это вот последняя, которая была куплена, сами видите, да, конец августа и конец сентября, то есть ровно месяц прошел, а цена подросла в районе 40 тысяч где-то на сумму. То есть пока вы будете ждать, если в месяц 30-40 тысяч машина дорожает, то действительно к приезду, да, к декабрю машина может стоить вообще на 200 тысяч дороже, ну там на 150 где-то на 200 тысяч, поэтому не удивляйтесь, знайте, что такое имеет место быть в практике, потому что пока они по текущим ценам смотрят, даже завод поднял ценник, то есть у него была рекомендованная цена от 800, 800, сколько там, 800, то ли 89 тысяч на сити, на вот этот CVT X-Tronic, да, вот на вариатор. Сейчас у них на сайте от 921 тысяч, то есть даже завод поднял на 30 тысяч примерно, ну, до 25 тысяч сумму. Пока туда-сюда он поднимет еще, то есть мне сейчас сказали, что уже от 948 тысяч завод дает машины и пока они дают до склада, до, соответственно, автосалона. Ну, вы сами знаете, что салоны очень любят накидывать туда столько допов, что машина в цене может вырасти вполне на 150 на 200 тысяч и как бы с этим ничего не поделать. Начинаешь с ними торговаться, в итоге они немножко скидывают, ну, получаются вот эти допы, которые они предустановили, как обычной комплектации, типа в подарок идут, на самом деле они просто охреневают, когда допами закидывают ваш автомобиль. Вот, поэтому, конечно, лучше выбирать машины в наличии, это раз. Причем понимать, если таких машин, допустим, стоит на складе, да, вот на стенде не одна, а там опять шесть, то надо понимать, что можно торговаться за эту машину. Если машина одна и она только подъезжает, вот как в моем случае, то торговаться не получится, но я буду очень стараться, ведь, видите, с миллиона 140 мне удалось найти оптимальную цену. Потом о ней расскажу, сейчас не буду, не буду реально позлю этих автодилеров, если им кто-то покажет, расскажет ему ролики. Реально вы охеревшие в край. Это я обращаюсь ко всем автосалонам, с которыми я общалась, которые просто, знаете, вот есть люди, которые горячие клиенты, да, к ним относятся, вот как вот они вот с деньгами. Ну, а я понимаю, что я все, я хочу покупать, потому что все, я готова. У меня нет такого, ой, я когда-нибудь продам, там, потом обращаюсь, тут они сами берут машину в 3D, лишь бы я быстрее к ним пришла. Вот это называется горячие клиенты, они ценят таких клиентов, они пытаются их заманить, там, скидки, не скидки, лишь бы человек купил, да, в итоге эту машину. А здесь у меня было, ко мне было такое отношение, что я холодный клиент, что я там только позвонила, просто еще не знаю, какую комплектацию, да и Фит знает, когда я там вообще буду, не буду покупать. В общем, клали мы на нее большой железный. Вот так ко мне обращались, получается, относились вот в этих автосалонах. Это ключ авто Новороссийск, потом, соответственно, Автомир Краснодар и автохолдинг Краснодар. Вот так вот, друзья, вот такое вот отношение. И в итоге, что вы хотите подумать, у нас мой менеджер, с которым я сейчас работаю в ключ авто Краснодаре, тот самый менеджер, с которым мы общались ровно год назад, даже полтора года назад. Это тот самый Владислав, который продавал Юрия Каптюр. Вот так вот, ребят, мид тесен. Причем этот менеджер, я на него попала случайно, у меня номер его не сохранился, я звонила на горячую линию, рынок Краснодара. Говорит, а мне, соответственно, связали с свободным на тот момент любым менеджером. И вот как совпало, что вот вновь попала на Юрия Слава, и он меня по голосу узнал, хотя по факту, ну, как бы, уже столько времени прошло. Он говорит, вы у нас, по-моему, покупали с мужем Каптюр. Я говорю, да. Она говорит, я вас узнала. Говорю, очень приятно. То есть все, вот с первой секунды теплое отношение. Во-вторых, нам очень-очень много, кучу подарков сделал в Одессах. Нам очень хорошо скинули цену автомобиля, когда мы брали Каптюр. В районе там что-то около 130-1000, вы понимаете, да, или 160, я вот сейчас точно не скажу. Но машина стоила в районе 1.400.000 сразу. Потом начали нам скидывать. Причем другие люди в Хюндай, например, мы когда Юре искали машину, в Хюндай нам сказали, вот меньше 1.600.000 мы вам крету не продадим. И что хотите с этим делать? То есть вот он, южный подход в Новороссийске. Вот я в этом году столкнулась уже не с Хюндай, а с Рено в Новороссийске с таким вот подходом клиентам. Поэтому, ребят, не стесняйтесь, если вы живете в Анаде, там, в других городах, едьте в краевой центр. Или, по крайней мере, обзванивайте все салоны. Не бойтесь торговаться, не бойтесь реально показаться на такими прям вот, вот как будто я хочу купить, но не куплю у вас. И вот посмотрите реакцию со стороны. То есть если действительно менеджер интересован в продаже, и он заинтересован в клиенте, он будет биться за вас до последнего. Вот так же, как у нас было в тот раз с Владиславом. То есть мы вели переговоры одновременно с тремя автошалонами, когда искали Юрия Каптюр. И в итоге Владислав нас просто выигрывает, можно сказать. Он закидал нас с подарками, реально сделал максимальную скидку. В других автосалонах больше 60 тысяч скидку не предлагали. Здесь была скидка 160 тысяч и плюс еще куча допов. Ребят, мы взяли экстрим комплектацию, максимальный фарш, лимит эдишн, получается. За 1.236.000, когда все остальные продавали с неразговорчивыми покупателями за 1.400.000. Вот, поэтому сейчас вообще Каптюр Юркин стоит в топовой комплектации 1.700.000 в некоторых салонах. Но вы же понимаете, что можно так же торговаться и взять там в районе 1.500.000 с копейцами. Все-таки не 1.700.000. Можно вот прям очень долго торговаться за эту машину. Они достаточно высокий, там сказать, свой процент маржин накрутили на эту машину. Но с него можно будет двигаться и скидывать цену. Но если возвращаться к моей теме, то вот, ребята, вот в очередной раз поняла, что вот менталитет некоторых кубанских автосалонов – это просто что-то с чем-то. Они, разговаривая с тобой, делают так, что ты себя считаешь на другом конце провода просто куском говна. Безденежного, нищебродного. Я разговариваю, и они мне говорят, вот 1.140.000, ну возьмите кредит. Я говорю, вы понимаете, что кредит-то и так будет браться. Но говорю, вы хоть понимаете, сколько надо работать? Я говорю, а я безработная. Сколько надо пытаться где-то что-то заработать, урвать, чтобы взять машину за 1.000.000 с чем-то. Я говорю, вы в Красноярском крае зажрались нахер все. Я говорю, у меня квартира в Курске стоила, когда я ее покупала на котловане, 1.300.000. 1.300.000 квартира. Это жилая недвижимость, понимаете? А здесь просто автотранспорт, который разбил, и все, нет у тебя машины. Попал там в ДТП, нет машины. Квартира стоит. И квартира растет в цене, но она стоит. И ты раз купил, потом можешь передать по наследству еще что-то. Машине ты больше 15-20 лет на одну не будешь ездить. А квартиру можешь постоянно делать ремонт. Это две разные категории трат просто. Я говорю, вы понимаете, что за эту цену квартиру можно было купить совсем недавно, говорю, 3 года назад. А вы мне говорите, возьми кредит. Я говорю, если бы кредит так легко выплачивался и быстро бы выплачивался, люди не из хорошей жизни выбирают в кредит самую дешевую машину. Не от хорошей жизни. Но, с другой стороны, если бы у меня машина была бы посвежее, мой Логан, я бы еще пару лет поездила. Но тут уже морально устаревшая машина, 12 лет ей. Все-таки в Краснодарском крае очень жарко летом, и я прям умирала от жары. Я поняла, что я следующий сезон просто не вытяну. Причем, как сказали сами в автосалонах, получается, менеджеры, вот каждый, как в один говорят, очень лимитированные поставки. Очень мало машин изготавливают. Машин нет в избытке. Есть большой спрос, нет предложения. Я говорю, почему так? Ну, потому что был коронавирус, типа, заводы не работали, пока был, соответственно, вот этот вот нюанс. То есть, рабочие не выходили на склад. Очень много поставщиков заграничных запчастей, ну, то есть, соответственно, не наших, да, тоже не изготавливали запчасти, не поставляли. То есть, был дефицит и в рабочей силе в руках, да, на заводе, и, соответственно, в запчастях, то есть, поставляющих компонентах. Так что вот теперь не удивляйтесь, что в двадцать первом году и в двадцать втором будет очень-очень мало машин в продаже двадцатого года. Настолько мало, что представить себе не сможете. Говорю, вариаторов нет ни в одном в салоне, в топовой комплектации, понимаете? Все, просто все. Посмотрите, какое красивое солнце. Вот у нас закат сейчас. Давайте вот так вот сделаем, чтобы больше было похоже на закат. Ой, невероятно. Знаете, кажется, что вот это солнышко, оно прямо на корабле, на каком-то вот этом сухогрузе. Посмотрите, как красиво смотрится. Вот он его держит. Классно. Приятный закат. Так что, ребят, вот мораль этого крика души в том, что не бойтесь торговаться. И если бы вот в такой вот момент, да, вот у меня нету миллион сто сорок, да, если бы мне сейчас не предложили выгоднее предложение, выгоднее намного, я потом расскажу вам, насколько выгоднее, то я бы не расстроилась. Ребят, я бы взяла бы Каптюра, как у Юры, в полной комплектации, просто, да, на автомате с небольшим пробегом за 800 тысяч, 860 там. При этом, когда берешь с рук, там можно торговаться, причем конкретно, потому что люди, когда продают машину под миллион, они понимают, что там торговаться можно не на 2-3 тысячи, а на 10-20-30 тысяч, когда продаешь такую дорогую машину. То есть реально можно было гораздо выгоднее взять баушную машину, но просто я решила четко и твердо для себя то, что я хочу быть первым владельцем машины, поэтому я беру самую дешевую, но я буду ее самым первым владельцем, ну и хотя бы с каким-то комфортом, да. То есть вот у меня были такие параметры, поэтому я решила все-таки вот искать более-менее выгодные предложения, вот нашла его. Завтра, послезавтра машина будет на складе, скорее всего. И можно будет поехать посмотреть, и если все отлично, уже сделать то, что очень хочется сделать. Но пока не знаю, честно, не знаю, все будет видно. Вот что, я вчера такая была расстраивная, ребят, в Новороссийске, потому что мою машину оценили как в полцены даже на перекупской цене, понимаете. То есть 90 тысяч, ну это смешно, это просто, ребят, смешно. И плюс они такие, ну мы вам еще 30 тысяч такие кидаем, типа на, подавись 30 тысяч сверху. То есть 120 тысяч за логан, который по ходовке, по механике вообще в идеальном состоянии, то есть я все меняла вовремя. Машина 12-летняя, да, имеет дефекты на кузове, но не так, чтобы из-за этого ее приравнивать к автопрому. Да приора и гранта стоят куда дороже. Понимаете, а машина в идеальном техническом состоянии. То есть главная машина, чтобы она ездила. А здесь оценивают ЛКП. Я говорю, вы бы еще оценили ЛКП к машине, которой 30 лет там. Некоторые аудио 80, аудио 80, по-моему, вот, какие-то такие ездят. Так там им по 30 лет и с носу нет. Ну, суть там, что там тоже умудряются, да, придираться к кузову, понимаете. А передо мной просто я читала, когда у меня ценик 90 тысяч лежал, получается договор купли-продажи. Вот как раз меня опередила в новороссийский девушка, которая забрала на вариаторе последнюю, которая была в наличии машины в топовой комплектации. Короче, я смотрела и читала мелким глазом ее машину Renault Clio. Кто знает, вот такая малышечка-малышечка 2006 года. Ее оценили в 55 тысяч. Ну, ребят, давайте будем реалистами. Жигули можно за такую сумму купить. А тут иномарку оценили в такую сумму. Автосалоны охерели в край. И вот когда я сказала, что ни в коем случае даже не предлагайте мне трейд-ин. Я сегодня разговаривала очень жестко с, получается, другими менеджерами. Я говорю, не надо мне предлагать трейд-ин. Я не повезу машину так далеко, чтобы вы мне за 90 тысяч забрали. Я говорю, я ее здесь нормально, продам по-нормальной, ниже рыночной цены. Но не ниже человеческой нормальной цены. Я не собираюсь отдавать верного друга рабочую лошадку, которая на ходу. Я на ней езжу каждый день. Вы это сами прекрасно знаете. Я не буду ее отдавать за 90 тысяч, потому что это неуважение к машине в первую очередь. Это вот насколько надо не любить, не уважать свою машину, да? Не ценить ее, чтобы продавать вот так вот, не задумываясь за 90 тысяч. Ну, правда. Так что пусть они подают со своим трейдином. Когда я сегодня так жестко разговаривала, мне сказали, давайте мы вам к 30 тысячам сделаем еще 30 тысяч. Я говорю, ну, вот это уже поинтереснее. Я говорю, я дешевле ее продавать не буду. Даже не насчитывайте. В общем, ждите в ближайшее время влогов. Поедем мы все-таки в Краснодар автосалон. Посмотрим эту машину, за которую мне предложили хорошую сумму. И обязательно потом расскажу. Если все получится, я даже сниму ролик. Расскажу про работу с вот этим менеджером, который уже подбирает нам вторую машину в семью. Просто, ну, я расскажу вам полностью всю историю от и до, когда Юрия покупали с этим менеджером. И расскажу, если все успешно, про историю со мной. Если, как бы, будет что-то не то, я тоже обязательно расскажу. Но все-таки вот про этого менеджера у меня прям хочется рассказать, посоветовать, если все получится. Если не получится, ну, как бы, тогда расскажу, что мне не понравилось в работе. То есть я реально теперь понимаю, чем хорошо быть блогером. Потому что люди немножко недооценивают. Человек может на всю страну заявить, да, то, о чем он там может сарафанным радио рассказать. Вот я, например, представляете, на 23 тысячи аудитории сейчас рассказываю, какие херевшие автосалоны в Краснодарском крае. Ну, пусть меня смотрит там 1%, да, от этой суммы. Ну, пусть меня смотрит там 230 человек с Краснодарского края. Но, услышав такое отношение и имена автосалонов, он уже не повезет им свои миллионы. А теперь можно это смело говорить миллионы, потому что дешевле миллион 140, как вы видите, типа машин нет в автосалонах. То есть это самое дешеванское Рено Логан, и он миллион стоит, миллион 140. Поэтому, ну, вот просто, понимаете, кто-то потеряет 230 миллионов минимум. Вот. Поэтому, может быть, в будущем автосалоны будут задумываться, то есть всем так скотски общаться с клиентской базой и с людьми, которые отдают свои кровно заработанные деньги. Многие, я думаю, процентов 70 берут в кредит машины, если мы берем бюджетный, да, класс, то есть вот как я. Ну, нет у меня таких денег, если бы были деньги, я бы взяла что-то покруче, ну, согласитесь, да, чем Логан. То есть люди, покупая бюджетные машины, как правило, их берут либо на последние, либо, извините меня, в кредит, как это буду, например, делать я. Ну, понимаете, то есть, ну, тут отношение к людям хреновое в Краснодарском крае в целом. И вот когда вот так вот общаются в автосалонах, мы лучше не продадим машину, чем будем, типа, ну, вот с вами торговаться, типа, вот такая цена. Надо, купите, не надо, не купите, вам же нужна машина. Да, ребят, мне нужна машина, но если я за такую сумму не возьму в автосалоне, я пойду и возьму ее на Авито, ну, или на Автору. Я лучше найму человека, который занимается или автоподбором, у него есть толстометр или как вот, который, толщину, толщинометр, который замеряет там ЛКП, он с ним можно будет потом, он поможет поторговаться, да, и отработать свою сумму, понимаете? Есть такие люди, как автоподбор, вот они как раз-таки работают душевнее, чем в этих автосалонах. Вот они, зная ваш бюджет, они переруют все объявления, они будут так смотреть пристально машину, ни одна диагностика так не посмотрит, потому что человек будет понимать, что ему надо торговаться на скидку и отбивать свои деньги, ну, и, конечно, будет работать на союз. Поэтому, ребят, если у вас в автосалонах идут продажи, люди не будут ходить пешком, они будут покупать машины, они будут дешевле покупать, тогда им вообще ваши новые автомобили не нужны будут. Вот, например, если меня кто-то смотрит, который работает в сфере автомобилей, да, вот, автомобильных салонах, понимаете, что любой человек, это у меня 23 тысячи подписчиков, любой человек может вообще его все услышания заявить и рассказать о работе с вами, поэтому общайтесь нормально, адекватно и пытайтесь сделать что-то для клиента, это потом зачтется. Вот у нас от Владислава пока что только самые приятные впечатления, обязательно о нем расскажу, дай бог, что все получится. Ладно, да, растянула я сегодня ролик, уже солнце зашло. Вот такие вот дела, вот такие вот новости. Пишите в комментариях, как вы торгуетесь с автосалонами, если покупаете машину новую. Может быть, какие-то фишечки, мы расскажете секретики, где мы можем еще немножко поторговаться, сбить сумму. Ну, в общем, буду ждать вас в комментариях. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok